Друзья, всех приветствую, надеюсь, на долгожданной серии, второй с нашим трактором. Если в этом проекте все пойдет по плану, то трактор наш будет способен нарушать скоростной режим на дорогах. Уже представляю фотографии с камер с нашим МТЗ. Кстати, уже не раз слышал, что с камер скоро будет приходить штрафы и за езду без ОСАГО. Поэтому для собственного спокойствия и экономии, прежде чем выезжать на дороге на автомобиле, лучше оформить ОСАГО от Тинькофф. ОСАГО от Тинькофф для вас, если вы хотите иметь полный комплект документов, когда вас останавливает сотрудник ГИБДД. Хотите быть уверенным, что при ДТП сможете погасить расходы пострадавшей стороне. Хотите, чтобы страховая компания взяла на себя урегулирование страхового случая, когда происходит ДТП. Хотите уважать свои права и права других участников дорожного движения и хотите получать компенсацию расходов в случае мелкого ДТП. Основные преимущества. Страховая выплата за один день. Если вас вдруг кто-то врежется, то заплатит вам быстро Тинькофф страхование, а не другая страховая. Оформление полиса за 2 минуты. Не тратьте свое время на поездки в офис. Подать заявление и все документы можно онлайн. Сотрудники службы поддержки на связи 24 на 7. Оформляйте ОСАГО и КАСКО от Тинькофф с кэшбэком до 30% в мобильном приложении или по ссылочке в описании под этим видео. Так, братва, трактористы, бальдозеристы, всех приветствуем. Приветствуем пацаны, которые купили трактор мечты. Трактор мечты это вторая серия с нашим проектом. Это должен быть очень быстрый трактор. Если не самый быстрый, то трактор конкурентно способный, который строится под регламент гонок Бизон Трэк Шоу. Если они возобновятся, обязательно примем участие. Если нет, будет быстрый трактор, точно самый быстрый в округе, который после всех наших доработок, после того, как мы отснимаемся, даст бог не разложим его, он сможет выполнять хозяйственные работы. В этой серии что мы сделаем? Мы, во-первых, надеемся собрать передний рабочий мост, чтобы можно было сделать полноценный все-таки тест-драйв. Ну и обязательно ответим на ваши вопросы, на распространенные комментарии, как мы могли так облажаться и какие планы конкретно по трактору. Что там будет с коробкой, с мотором, с кабиной. Вот конкретно пройдемся, помянем словом, добрым или не очень, продавца, который нам все это продал, поэтому присаживайтесь. Мы начинаем. Так, ну что, это у нас передний мост, который мы сняли с этого трактора, потому что думали, что он нам вообще не пригодится. Но, значит, нюансик номер один. Изначально мы хотели просто взять тупо и поставить другой передний мост, который у нас уже был. Мы его покупали в надежде поставить, ну, два таких моста на Porsche Cayenne. Не случилось, не срослось. Ладно, смотрите, да, вот мы собрались это вот ставить. Вот это втулка, за счет которой держится передний мост. Одна стоит спереди, другая сзади. Это вот на ней держался вот старый мост. Посмотрите. Причем продавали, как хороший рабочий мост. Да, вот это первый момент. Соответственно, трактор мы строим, ну, с учетом, чтобы он более-менее, ну, не более-менее, он хорошо должен рулиться. Соответственно, люфтов должно быть по минимуму. Понятно, что это трактор, но все же. Поэтому этот вариант нас точно, однозначно не устраивает. Это нам намного хуже, чем было. Кроме того, что мы выяснили? Мы выяснили, что, в принципе, вот этот мост, он старого образца, и он слабее, чем тот, который мы сняли. Вот эта у них часть центральная разная. Бортовые одинаковые. Мы хотим отсюда снять все-таки бортовые. Мы надеемся, что они не вот такие. И поставить сюда. Новые втулочки поставим, новые вот эти бортовые. Ну и проверим. Мол, тора есть, только у самого тора у нас нет, есть уменьшенная версия. Меньшенная версия? Минитор? Да, демо-версия тора. Тор. О, не крена себе. Вот это ты жахнул. Вынимай эту часть. Что ты говоришь? О, говорят жаленько. Вот, видишь, что здесь? Здесь нету морковки. А вот пружинка, которая должна демпфировать. Демпфировать. Слушай, так а ты тот же мост так же разберешь. И все. В 80 тысяч сразу. Вот эта херня. Там надо как-то поаккуратней. Такой опции не предусмотрен. А там вообще не хочет. На видео там у человека, я посмотрел, он так просто шук-шук-шук. Так, друзья, потихонечку вроде пошло. Сейчас я еще силы восстановлю. Здоровье. Как в игре. И ударь последует. Вот, а по поводу комментариев, да, как мы могли такой трактор дерьмовый купить. Ну, вы по себе не сравните. У нас уже специфика немножко другая. Работа. Я понимаю, если мы брали для работы где-то, да, вот, чтобы он, ну, труженик был, кормилец. Это делается по-другому. Выделяется время, бюджеты. Там в течение, допустим, трех месяцев мы объезжаем все в округе. 10-15 тракторов смотрим, выбираем тот самый, да. Нормальные трактора все-таки все равно дороже. Это далеко не 460, это 800 минимум. Более-менее нормальный, миллион плюс. Я говорю про такую модель. Почему такая модель? Потому что мы опять-таки хотим участвовать в соревнованиях, да, вот в этих. Надеемся принять участие. Что касается продавца, ну, что, конечно, конечно, он много еще не сказал. Для нас-то приятным бонусом было, чтобы трактор поехал, да. В объявлении было написано, что по мотору проблемы, по сцеплению проблемы, по коробке проблемы. Мы такие, блин, куча работ будет, и он через полгода только поедет, да, когда мы все сделаем. А он тронулся, мы, блин, да, ништяк, то, что надо, мы еще чуть-чуть прокатимся. То, что вот случилось вот так вот, ну, это уже другой вопрос. Конечно, продавец все равно не добросовестный. Отзывов мы на Авито обязательно оставим. Мы-то переживем, потому что мы блогеры, у нас там куча спонсоров, куча людей, которые откликнулись, готовы помочь. Мы-то переживем. Я переживаю за людей, которые вот действительно вот купят где-то вот в деревушку, в приют, вот как мы дарили трактор, да, для приюта для животных. Вот им нужен помощник, а не вот такой кусок говна, извиняюсь. Вот хочется, чтобы люди не попали, а? Мы вытянем. Не сильно напрягались, не сильно смотрели, но вот по нашему принципу это худший джентльяк. Поступило довольно-таки разумное предложение от Димона поменять одну бортовую, потому что состояние того моста точно так же под вопросом. Я помню, что мы когда снимали, это колесо прям очень сильно болталось. Да вон, видно уже ты его шевелишь, оно ходуном все входит. Причем вот здесь часть болтов отсутствует, здесь нет прокладки, здесь вот дистанционная должна, когда регулирует зазор шестеренка. То есть сюда лазили, что-то там уже делали, и колесо это очень сильно болталось. Там мы посмотрели, вроде люфта нету. Так, кручу-вечу. Тут моста уже, рожки-доножки. Запутать хочу. Ну вот она вот так, вон там по миллиметру, по миллиметру лезет. Но это вот необслуженный трат, получите, распишитесь. Так, мы еще даже не сходили на обед, а уже почти росли бортовые. И вот здесь один этот шплинтик, вот он вылез, который, я так понимаю, держит провороты. А на всех бортовых, интересно, на всех будет вот эти прорези? Вот вопрос, да. Все, можно идти на обед. Нет, это еще не все, это еще по полдороги. Все остальное после обеду, об этом можно пока не думать. Я, кстати, почитал комментарии и понял, как мы его назовем. Это будет Борис Леденец. Это тот Борис, который в хрен попадешь? А почему его зовут в хрен попадешь? Ну, потому что с Белоруссии будет Борис. Там у нас Владимир, потому что Владимирец, а этот будет Борис. Животное! Потому что с Белоруссии леденец еще. Так, ну что, сразу раскалывать? Вот, так сразу 80 тысяч такой, дзинь. Старайся не сразу. Слушай, по-моему, все, по-моему, он пошел. Вроде с этим не так, все плохо, надо крутить. Я уже с этой работой, в принципе, куртку не надеваю. Главное, не простыть, потому что я перманентно прогретый. Перманентно прогретый. Да, прогретый к Бизонтрекшоу. Да. Так, ладно, последний кулак, поворотный. Давай что-то. Вот так вот он делается. Потом он делается вот так вот. Он вывешивается, там еще какие-то штуки. И колесо мы это будем использовать. Как тебе сегодня этот воркаут? Да, кувалдой болят, пальцы. Уже суставы, жалко. Я уже на четвертом кулаке сказал, что все хватит. Потому что, ну, интересно, что завтра руки не согну. Надо перчатки специальные. А так что, все разделали. Ну как, что работа наша имела смысл. Не, ну, с учетом стоимости имеет смысл попробовать. Ну, попробовать, да. В любом случае мы это будем смазывать. Мы будем защищать, смазывать, прежде чем как ставить. Если вдруг что-то пойдет не так, мы всегда это быстро снимем. В остальном, ну, что, вы обычные будни трактористы. Весело, задорно. Будни трактористы. Вынули вторую, первую втулку. А вторую вот так. А вторую вообще просто будет бить. Только надо сейчас ее погреть. Короче, у нас... Да, да. Ну, там проточка какая-то, интересно, зачем. Так, у нас вот появилась горелка вот такая. Адски мощная. Пламя 3 киловатта, она фигачит. Пламя 2 800. Поэтому не пропадем теперь. Дайте коням мне, да, добрый меч. Чего-то-то я уже не вспомнил. Вот так вот. Эх, что-то мы засидели, братцы. Не пора ли нам разгуляться? Братцы, я промазал. Братцы, номер 2. Ты не сломай этот. Дайте коням мне, да, добрый меч. Чуть картер не пробил. Вот погрели, пожахали и вылезли они прекрасно оттуда. Ну, рассказывай-то зачем. Ну, что я рассказываю. Значит, трактористам было дано поручение все нерабочие со всех тракторов снять, поставить сюда. Я все делать снимаю. Нормально прокомментируешь? Да, да, в помойку сейчас все пойдет. Да, что помойки? С помойки все было взято, на помойку уже на нашу, видимо, и отправиться. Так. Ну, что, почти новый кардан. Конечно, тут покрасили просто. Покрасили, да. Тут даже креставина целая. Здесь вот у вала резьба разбита. Они просто взяли сюда гайку, одели и гвоздем ее зафиксировали, чтобы она хоть как-то держалась. Вот так вот здесь кабина прикручена у них. То есть они просто накинули, они даже не удосужились их закрутить. Сзади кабину, они вообще особо заморачиваться тоже не стали здесь вот. Все обломано. Здесь вот что-то наварено тоже. Ну, так, как бы накинули. Ну, бак вот он тут. Ну, короче. Колхоз имени Тельмана, чего? И рухнуть не должно, потому что оно тяжелое. Вот, видишь, она зуб-зуб попадает и включается. Зубья, он все пополотые частично. Очень странно. А, вот, кстати, можно посмотреть. В коробку немножко можно заглянуть, наверное, только фонарик. А, вон шестеренка обхераченная. Я тебя поздравляю. Вот она и вылетает. Ее нужно менять будет. Пссс. Так, друзья, несколько дней томительного ожидания. Как раз-таки руки восстановились после кувалды. И вот они, запчасти. Как говорится, мир не без добрых людей. Вот на негативе не надо свое внимание как-то акцентировать. Кто-то нам что продал. Ну, трактор говно покерет, понятно. Но зато есть люди замечательные, которые откликнулись. И трактор у нас, так или иначе, будет собран. Сейчас мы обязательно будем обклеивать наш трактор. Тракторист. У них даже свой канал. Здесь замечательная запрещенная сеть. Я вижу, что вот так он есть. Вижу тяги, вижу карданы, поросенки. Чего тут только нет. Поэтому сейчас потихонечку начинаем все носить и собирать. Надо уже что-то сделать в этой серии. Я так подозреваю, к моменту, когда мы закончим эту серию, тут уже травка зеленая будет. Каждый днем снега меньше. Ну да. Это туда стал палец. Кстати, палец, смотри, он внутри. Да, это видимо... Точно такое же. Вот он с той стороны старел. Это новые образца, видимо, да, какие-то. Так, сейчас второй палец посмотрим. Что это у нас написано? Контити. Втулка. Башень. Ничего себе. Это все оригинал для белоруссии. Башень. А вот тут у нас с Димоном вопрос задался, да? Типа надо нагревать это место. У меня закономерный вопрос. Если мы нагреваем, металл расширяется. Он же расширяется и сюда, и сюда. Он же расширяется. То есть дырка станет меньше. Утверстие или не меньше? Ничего не понятно. Никто не знает. Прежде чем сладить дырку, утверстие. Утверстие. Надо смазать на это, да? Все должно быть смазанным. Охлажденная, предварительно, с ним втулка. Нам же таки азот надо было купить. Она туда залетела. Как родная. На, кувалочку. Ну все, втулочка на месте. Я сделал за второй. Ах, что-то мы заседеялись, братцы. Не пора ли нам разгуляться. Весь 2023-й. Мы с ним он с тобой засижили. В 2024-м надо на МТЗ разгуляться. Дайте коня мне, да добрый меч. Сейчас мы коня настраиваем. Стоп. Да, все, хватит. Шикардос. С таким количеством грязи мы, конечно, с Димоном не сталкивались. Было всякое. Были грузовики. Но вот так, чтобы в кабине было настолько грязно. Даже детейлинг смысла делать нет. Мы ее менять будем. На территории Дмитрий Викторович пока ничего не говорит, но скоро скажет. Я думаю, что тут только срезать верхний слой почвы, после того, как мы отвал приделаем куда-нибудь наконец-таки. И таким способом очищать. И, соответственно, дома. Все, к чему трактористы прикасаются, оно становится, сами понимаете, каким там клининг нужен конкретный. Кстати, по поводу клининга. Вы знали, что есть роботы-пылесосы на больших колесах? Чисто по нашей теме. Препятствия до двух сантиметров. Ковры, пороги, вообще все ни по чем. Вот настоящие роботы-пылесосы внедорожные. Тюменцы из Кейс Гуру подвинули крупнейший мировой бренд Xiaomi. Выкатили целую серию гаджетов с кучей интересных, необычных функций. А Forbes признали гаджеты Кейс Гуру лучшими из всех недорогих. И самыми недорогими из лучших. Лидар. Тюменский робот-пылесос с огромными колесами. Преодолевает пороги, ковры, любые препятствия до двух сантиметров. Рабочий ресурс у Тюменца тоже огромный. Аккумулятора и пылесборника хватает на месяц. Заряжать и чистить нужно после двух-трех уборок. Вертикальный пылесос с невероятной силой всасывания. Весит всего 2 килограмма, а мощность при этом в разы выше. Но главная цена в разы ниже. Самый интересный гаджет от Тюменцев неубиваемый банк-реаниматор для авто. 4 в 1. Стартер для двигателя, портативный насос, пауэрбанк, фонарик. Можно подкачать шины авто или велика, матрас и мяч. Тюменцы из Кейс Гуру дают гарантированную уверенность в своих гаджетах. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке в закрепленном комментарии на тюменские супергаджеты. И не забывайте про наш промокод COMBAT2402 на скидку. Сейчас порочим предварительно, воткнем туда пальцы, чтобы они вот так у нас торчали. А, не, слушай, она, смотри туда прям. Это хорошо. Очень, да? Это очень хорошо. Это нам просто настолько жизнью простит. Причем это как раз задний. Насколько это делать удобнее, когда... Так, там зацепилось. Надо... Оп. Чуть-чуть. Да, во-во-во-во. Нет, все нацепляет. Вот, вот так. Ну-ка, шевели его, а я буду... Погоди, не, не, погоди, погоди. Тут у нас... Да он хорошо сейчас, он влезет. Плотно наоборот. Нет, нет. Погоди. Сейчас я помогу. Сейчас я помогу немножечко. Сейчас, вот так. Я перри поднимаю. Вообще. Вот, вот эта красота. Вот эта, вот эта. Надо, наверное, здесь нам сейчас попасть. Заставить более-менее. Ого. Во-во-во. Я, когда чужие видосы смотрю, когда люди что-нибудь такое делают, прям очень переживаю в таком виде. Чтоб все состыковалось. Да. Как знаешь. Здесь, конечно, максимально неудобно. Да, что-то сейчас будет заколачивать. Надо освоить удар бездома. Давай тумыш забьем. О, да. Пошли хорошие. Вот как они так сделали? Это что за бред? Вот этот устроил. Я устроил комасу. Пытается снимать. Пытается запрессовать оттуда. Да. Я не знаю. Давай сюда. Сейчас поддон хрякнет. Он не должен в таком положении работать. Да, слушай, страшно за поддон. Уже там усилие нормальное. Так, ну что. Пол дела сделано. Мост закреплен. Штулки чуть длиннее оказались, чем предыдущие, судя по всему. Но через шайбы все поставилось. И хорошо. Ну, век живи, век учись. Если что, у нас всегда будет опция, когда мы будем плавинить трактор, все это можно заново собрать, пересобрать. Да и может быть у нас мост на самом деле все-таки придется тоже под замену. Ладно. Сейчас у нас этап номер два. Это подготовить внутреннюю полость, область для скрещивания с внешней области. Для этого у нас есть вот такие абразивные штуковины. И будем устыковать. Ну и не могу не похвалить лишний раз Макиту. Очень классно работать. Все на аккумуляторах. Никаких тебе розеток не надо. Так, все подготовления приготовлены. Рано смазал, как он. Ну вниз-то тоже надо было смазать. Зараза. Надвоем. Никак. Снизу-то он не будет тебе так скользить. Еще, еще. Ладно. Давай. Погоди, ты уже уперся в эту. Крутить надо. Вот так вот он должен ходить. Причем вообще легко и непринужденно. Так, начинаем ставить пальцы. Которые держат его. Теперь эти замены редукторов у нас будут занимать 15 минут. Все смазано. И вот и оттуда. Кукан смазали. Сейчас этот кукан надо запихать будет. Что, надо поднимать надо? Так, ну, мост-то я считаю, мы в околоидеальное состояние привели. Сейчас надо поставить уже вообще идеальные тяги рулевые. Спасибо, хочу сказать еще раз трактористам из Нижнего Новгорода. Ну, единомышленники, что тут скажешь. Помимо того, что занимаются продажей запчастей, у них еще и канал есть. Там аж больше 100 тысяч подписчиков. И делают они похожие вещи. Трактор убитый, трактор после пожара с балочным мостом берут и восстанавливают. Молодцы. Все ссылочки оставим в описании. Так, ну, вот такая вот история. Вроде по длине все, по наконечникам. Вот что-то такое. Так, то самое чувство, когда ты вроде что-то сделал. Сейчас прикручиваешь колеса и скоро уже будет тест-драйв, который покажет. Короче, идеальное схождение, рулиться будет. Значит, четко, да? Да, прощайся. Развал. Как это? Развал. Схождение тракторов недорого. Так, пока Игорь крутит тяги, расскажу, что здесь с блокировкой задней происходит. А вот что происходит. Я ее снял, а ее здесь нет. То есть они просто сперли, не знаю, выкинули. Что они с ней сделали, непонятно. Выглядит она должна вот так. В собранном виде. Это нам новую прислали. Корпус вот этот тоже весь он расхераченный. Внутри, естественно, ничего нет. Вот так он еще болтается. Вот новый корпус. Будем ставить его. Тормоза. Тормоза вот, что из себя представляли. Все развалилось. Здесь вот этот диск тоже весь развалился. Этот здесь вот в таком состоянии. Ну, то есть они никогда не работали. Тормоза тоже вот новые. Сейчас надо это все в кучку собрать. И вот сюда вот это все дело поставить. Так, ну вот я достал новые диски. Можно посмотреть толщину. Нового диска. Вот старый. Наглядно видно, да? Так, два новых диска. Сам вот этот нажимной фигня. Здесь я вам все почистил. Сейчас надо это все собрать. Вот так вот это все должно выглядеть. Так, вот я поставил тормоза. И на удивление так совпало, что как раз есть у нас нужная педаль тормоза. Тормоза на одной стороне у нас будут. Тормоза с 80 будет тянуть влево. Да, да, очень сильно. Потому что смысла нету правую сторону делать, потому что кабину надо менять. Соответственно, с педалью тоже будем разбираться. Игорь сейчас меняет вот эту муфту. Она, короче, непростая. А в ней фрикционы, которые могут держать момент в районе трех спад. Если он больше, то муфта эта начинает проскальзывать. И тем самым бережет передний мост. Обычно их все заваривают там нашмерть. И здесь, скорее всего, то же самое сделано. Ну, она, по ощущениям... Нет, там люфт вон тоже. А есть этот? Новая? Да. Новая там надо нести. Иначе вот... А мы хотели этот мост поставить на Каен. Да, ну. Если на нем ограничение в 300 ньютон. У нас на Каене на одном моторе сколько? 460? 460, да. Момент. 460 момента. Если учесть в коробке, в раздатке поднижения, то есть эти мосты будут порваны в кулачь. Сразу? Да. Так. Ну что, начинаем. Движение? Начинаем, начинай. Оп. Оп-оп. Можно подкачаться нормально. Со всеми этими вашими движениями. Пойду искать еще болтики. Сколько еще? Раз, два еще не хватает. Три-четыре. Угу. Шикарно. Красиво. Уже уперлось. Вот она так и будет. И ты не вынес отсюда ничего. Ну, да. Такой конструктив. Так, я с горем пополам поставил блокировку. Вот так она выглядит. Тяжеловато было ее поставить. Там эти диски, они надо, чтобы все соосно встали. Ну, в итоге я ее воткнул. Все, надо одеть кожух и подключать. Наши технические работы, я не скажу, что закончены, но ненадолго приостановлены. Вышло солнышко, отличное настроение. Чтобы было, как говорится, что испортить во время тест-драйва. Так, что испортить во время тест-драйва. Так, у нас на повестке дня три пункта. Нам передний мост проверить. Проверить блокировку и тормоза. Это вот основное. Да, бед. Все проверять будем сейчас. Давай, мост передний врубай. Так, мост вроде работает. Нормально, мост заработал. Давай, стой, подожди. Давай, сейчас вот как раз блокировку включу. Сейчас узнаем, насколько живой он. Ее там роет. Рулем, куда-то, куда-то, куда-то. Не, он не работает. Немножко подкопали. Блокировки не работают. Там масла не поступает из-за гидроусилителя. Что-то они там накрутили с ним. Надо будет разбираться. Игорь использует раскачку. Жалко, конечно, блокировка не работает. Но, походу, гидроусилитель тоже надо менять. Не знаю, разбираться с ним. Что-то они там накрутили. Сейчас я открутил патрубок. Масла вообще не поступает. Некоторые проблемки какие-то. Тут все в масле. Все. Вон поросенок новый мы видим в нашем масле. Это капает, да. Откуда капает, я не знаю. О, е-мое, здесь смотри, в блоке дырка. И с нее вода течет. Вон они ее тут отломали, чем-то там заткнули. С нее вода льется. Откуда масло-то, посмотри. А, это с этой что ли? Да, где она так закидывает. Ни хрена себе с нее масло льется. Смотри. Так, сейчас проверим, работает ли тормоз левой, который я сделал. Правой делать бессмысленно, у нас нет педалей. Это будет все уже, когда кабина будет стоять. Ну, отлично работает. Работает шикарно. Я же его загрушил. Да, да. Хотя сцепление выжил. Но тут все так работает. Ну, отлично. Что, тормоз работает. Да и блокировка заработает. Надо с рулевым редуктором что-то думать. Заводи меня. Заводи меня? Заводи меня, звать. Да, давай. О, да, да. Поворачивать можно. Налево теперь хорошо будет поворачивать. Блин, хорошо работает тормозок. Отлично. С правой стороны тоже сделаем, но когда будет новая кабина с педалями. Так, друзья, не успели мы поставить на нормальный ход трактор, а обязанности тракторные уже зовут. Вот Володя. Ну, Володя в своей обычной эподе. Застрявший в снегу. Зимой, конечно, трактор практически бесполезный. Коневозку надо оттащить по просьбе Антохи Саровара. Поэтому, ну, что же, белорусик сейчас пойдет в дело. Передний привод у нас работает, значит, все получится. Надо обратно ободрыши ставить. Ну, ободрыши все пишут, ставьте ободрыши, ставьте ободрыши. Так это же не для работы, это себя провести с минимальной нагрузкой. Ну, да. И все. Если что-то таскать, если это делать много, регулярно. Ободрыши не для этого. Вот, брокировка включилась. А что у нас задний настолько быстрее пили? Не знаю. Так задний больше у нас. Да не, не надо. Ну, побольше. Смотри, это не то. Что-то не то. Что-то не то. Володя остановись. А Володя сам уже застрял. Он бы сам остановился. Слушай, там колеса не крутятся. Там колеса не крутятся вообще вот эти. А это падла на масле работают. Абсолютно прекрасно. Это вот про то, что мотор. Вот мотор, вот вам мотор. Работает на масле. Газ убран. Газ убран. Газ убран. Ну, это жесть. Ут Benz. Тяжелая. Абсолютно. Тяжелая. 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 Короче, уже настоящий взрослый, ну, не садовый трактор, чтобы окучивать петрушку с укропом. Настоящий взрослый аппарат. Ну что, работы проведены нельзя. Ой. Ну что, работы проведены не зря. Передний мост работает. Ресурсные испытания покажут. Соответственно, по заднему мосту, по блокировке вопрос открытый, надо разбираться. Что дальше, друзья? Кто-то, возможно, смотрит нас из-за всеми нашими мучениями уже и забыл. Цель сделать быстрый, бодрый трактор с возможностью выезжать на дороге общего пользования, с возможностью участия в Bizon Truck Show, если эти соревнования возобновятся. То есть трактор будет строиться под регламент. Трактор будет строиться при помощи вот этих вот ребят. Огромное им спасибо. Либо, конечно, вписались в проект и не дают нашим рукам опускаться. Назад уже дороги нет. Что дальше? Дальше. Замена мотора. Кто-то нам пишет, ставьте УЗ, ставьте еще чего-то. Нам надо, чтобы трактор оставался трактором, чтобы он писался в регламент. Поэтому сюда пойдет D245 от Мазо-Зубренка. От Мазо-Зубренка, да. В общем, будем подбирать самую мощную модификацию. На тракторах там типа 80 лошадиных сил, на Зубренках, еще где-то на бычках бывает и 120, и 150. 156. Да, и Су-60, поэтому цель вот такая. Собрать, ну не собрать, мы его просто купим. Хороший уже готовый мощный мотор. Если у кого-то есть, приобретем у вас. Главное, чтобы вы не из совхоза были. Что бы не так было? Если вы из совхоза, извините, как бы брать не будем. Вот. Ну и потом будем, если вы привыкли с понижением играться, будем играться с повышением. Ну вот такая цель. Колеса не успели поставить, они уже транспортные лежат. Хорошая резина, диски. Все красиво будет. Весь срам будем убирать. Вот, друзья. Так что вы, друзья. Вот наши друзья. Кто хочет нас поддержать в нашем проекте, можете еще зайти на наш сайт. Присмотреть там футболочки, толстовочки. Новая коллекция у нас к весне появилась. Все, братва, всем пока. Прорвемся. Трактор будет ездить, помогать, ну и радовать. Трактор выходного дня, но при этом от своих прямых обязанностей трактор не отказывается. Нет, передок тащит. Вот так работает передний мост. Вот включился. Видео. Продолжение следует... Не совсем другой уровень